В маленьких кабинетах на втором этаже старого здания, принадлежащего военному ведомству детская школа искусств, работала годами. Муниципалитет не мог участвовать в обновлении строения, которое не принадлежит городу. Помещение ветшало. В дождь здесь стекла крыша, а в снег провисала. Когда был сильный снег, тоже была опасность обрушения крыши. Тоже было страшно работать, детей страшно было в школу запускать. Экспертиза признала состояние кровли непригодным к эксплуатации. Учиться здесь больше нельзя. Власти приняли решение перевести подразделение школы искусств в здание, которое находится в трех остановках, тоже по улице Каленина. Это известный памятник архитектуры, построенный знаменитыми меценатами, братьями Могилевцевыми. До середины этого лета оно было в аренде у одного из брянских филиалов вуза. Передано оно было буквально в июле месяце, как только освободил предыдущий арендатор, который его использовал. Здание привели в хорошее состояние, сделали ремонт, оно пригодно. Но для того, чтобы снять вопросы о состоянии здания, мы заказали экспертизы всех уровней. И буквально на следующей неделе получим экспертное заключение, чтобы снять вопросы людей, у которых есть по этому поводу особое беспокойство. Эксперты выносят заключение, замечания тут же устраняются. Так, по настоятельной рекомендации ГАИ, на подходах к школе появились дорожные знаки, пешеходная разметка, лежачий полицейский и светофор. Кроме того, на пешеходных дорожках сменили покрытие. Эксперты исследуют состояние здания. Была взята проба дерева, которая уложена более ста лет назад на перекрытиях. Его потрясающее состояние в месте среза поразило даже не специалистов. Купцы Могилевцевы делали бизнес на продаже леса. Понятно, на свои стройки использовали только самую качественную древесину. Итальянская плитка начала прошлого века тоже удивляет сохранностью и яркостью цветов. В будущих кабинетах и залах сейчас идет ремонт. Педагоги планируют, какие дисциплины будут преподавать в аудиториях. Это будет самое большое помещение для самых больших мероприятий. Класс теоретических дисциплин, ибо здесь нужна доска, инструмент, много парт и так далее. То есть это дети занимаются мелкогрупповыми видами работ. То есть здесь у нас будут теоретики, сольфежио, музыкальная литература и так далее. Сами видите, какая высота потолков, какой здесь звук. Чем выше, тем лучше, потому что звук должен нестись вверх. Нельзя, чтобы потолок был на 2,20-2,50. Строители обновили ливневую канализацию, капитально отремонтировали инженерные коммуникации, перенесли санузлы. Начиная от крыши, начиная от ливневки, заканчивая низом и самой канализацией, работы ведутся по всем направлениям. Мы надеемся, что их сделают в срок. В отделении школы искусств на улице Калинина приходили заниматься 350 детей. Отношение родителей к переезду неоднозначное. А вот местные жители новым соседям очень рады. Здесь исторический центр города. Дома многих местных жителей были куплены еще их прадедушками. Духовным центром и центром притяжения в последние десятилетия стал Тихвинский храм с детской воскресной школой. Очень хорошо мы относимся к этому. Музыкальная школа – это детское учреждение, это приятное заведение, это дети, это радость. Здесь идет молитва, здесь место святое, место историческое, тихое, спокойное. Поэтому здесь лучше дети. Очень намуленное, очень благовейное, такое приятно. Приходишь, тут и отдыхаешь душой и телом. Очень хорошее, прямо очень нравится. Ой, замечательно. Очень хорошо, если бы здесь. У нас здесь спокойно, хорошо. Живут здесь как и молодые, так и пожилые, бабушки. Местные дети до сих пор занимались в филиале этой школы искусств, которая работает в гимназии номер 7. Теперь многие планируют перейти в обновленное здание. В одной остановке – микрорайон Речной. Родители сюда уже приходят со своими детьми. К современному воспитанному человеку неплохо иметь начальное музыкальное образование. К счастью, многие брянцы придерживаются этого мнения. Наталья Бодник, Сергей Дюков, Игорь Веничук. События. Брянск.